дорогие друзья здравствуйте надеюсь меня видно и слышно сейчас мы начинаем наш прямой эфир он в телеграме поэтому здесь возможны некие условные такие сбои но надеюсь что да все получилось вот нами юлия байдан руководитель компании профил профит real estate юля видите здравствуйте я вас слышу отлично дорогие друзья мы будем сейчас говорить о недвижимости в турции в самом широком спектре поговорим о ценах поговорим общее ситуации сразу поскольку это telegram здесь не так все просто с вопросами но мы решили попробовать следующим образом действуя периодически буду поднимать вот такой волшебный листик надеюсь вы его видите ой вот что в этом есть два qr-кода и есть название двух каналов канал компании профит real estate и telegram чат прямо в котором вы можете задавать вопросы надеюсь вот этот qr-коды нам в помощь если не qr-коды тот собачка прям чат его это чат где вы можете задавать вопросы и телеграм-канал компании профит real estate периодически буду его этот листик поднимать и прятаться за ним таки такая сегодня полу спартанская обстановка юля говорить будем сегодня как я уже сказал о турции в самом широком спектре сейчас действительно интерес вырос последние два-три дня со стороны российских покупателей вновь о турции заговорили активнее но начну с такого наверное общего вопроса вот этот вот год каким вы его встречаете да уже апрель почти начинается туристический сезон вот что в нем необычного с точки зрения человека который на рынке недвижимости турции работает ну смотрите конечно в первую очередь хочется прежде чем перейти непосредственно 2023 году буквально пару слов сказать о 2022 это год который просто был очень тоже интересным это было связано с тем что на турцию просто был колоссальный спрос конечно это во многом связано с определенной политической ситуации в мире и так далее но такого количества запросов которое было в 2022 году я я очень давно работаю на рынке недвижимости турции я конечно не помню никогда и несмотря на различные ограничения которые вводились да то есть закрылись некоторые районы для получения вида на жительство далее начались проблемы с ограничением выдачи туристического вида на жительство да то есть сначала его ограничили до шести месяцев да то есть первый раз только можно было получить и потом вот сейчас практически вообще свели на не от получение вида на жительство по аренде но несмотря на все это да то есть спрос на объект недвижимости турции был конечно колоссальный и огромный причем как для инвестирования так для получения турецкого гражданства прошлый год был просто никовым по кейсам да то есть на получение турецкого гражданства по упрощенной схеме и конечно же для переезда на постоянное место жительства если мы будем переходить к 2023 году конечно ни для кого не секрет а особенно для инвесторов которые собственно говоря серьезно подходят к вложению своих денежных средств что конечно в турции 14 мая состоятся выборы и естественно начиная с прошлого года примерно то есть вообще большое количество идет разнообразных слухов которые связаны не только с выборами ну и вообще да то есть с недвижимостью в турции я с этими слухами неоднократно сталкиваюсь в том числе да то есть вот очень распространенный слух о том что иностранцам запретят покупать полностью недвижимость на территории турецкой республики вот конечно люди это видят это активно транслируется в соцсетях да то есть некоторым наверное это выгодно соответственно так информацию преподносить и не буду скрывать что он сегодняшний момент да даже многие наши инвесторы многие наши потенциальные покупатели которые планировали приобретение сейчас находится да вот на какой-то такой своеобразной паузе и ждут собственно говоря как будут развиваться события как пройдут выборы у нас и единственное что то есть от себя хочу сказать что наверное не многие знают что турция да то есть вообще иностранцы приобретают объект недвижимости по принципу взаимности который был отменен в 2012 году и именно с этого момента то есть большое количество стран граждан смогли приобретать недвижимость в турции а что значит принцип взаимности иностранцы смогли приобретать недвижимость в турции и соответственно турецкие граждане смогли приобретать недвижимость других странах а поэтому конечно да то есть вопрос о том что иностранцам запретят приобретать недвижимость но он как бы да как вот алкаду в концах то есть получается априори тогда и турецкие граждане не смогут нигде приобретать объект недвижимости и более Более того, когда совсем недавно в парламенте, то есть этот закон, попытались как-то его предложить, парламент Турции, Великое Собрание Турции единогласно этот закон даже на обсуждение не взяли. Окей, но смотрите, тем не менее, вот вы сказали, что есть некое ожидание. При этом 94% покупателей недвижимости в Турции это сами турки. Вот сам рынок, он какой сейчас? Он живой или резко сократилось число сделок? Люди выжидают? Вот как он вам видится сейчас? Смотрите, но я как бы не буду скрывать, что наша компания, компания Profit Real Estate ориентирована на продажу недвижимости иностранным гражданам. Мне кажется, мы с вами, Филипп, тоже обсуждали в каком-то одном из мини-репортажей, да, то есть я об этом рассказывала. В нашем регионе есть достаточно большое количество компаний, которые работают на иностранный рынок. Я сама являюсь иностранкой, несмотря на то, что я уже практически, да, то есть больше 13 лет проживаю на территории Турецкой Республики, но все равно, да, то есть я иностранка, поэтому моя компания работает на иностранный рынок. И я сейчас в первую очередь говорю за то, что происходит на рынке иностранцев. Конечно, я неоднократно также подчеркивала и говорила о том, что доля иностранцев вообще в общем рынке недвижимости Турции, она составляет, грубо говоря, 6%, да, то есть иностранные граждане не могут влиять на составление цены каким-то образом, да, это вот то, о чем тоже, да, мы как бы часто слышим, что цены поднялись, потому что иностранцы все скупают, да, грубо говоря. Ну, как бы нет, не от этого цены поднялись. Поэтому, то есть я говорю то, что касается моего рынка. Турки, конечно, покупают. Кадастровая палата по-прежнему полна. То есть если вы захотите, собственно говоря, да, там выйти на сделку, опять-таки, то есть из-за такого большого количества сделок, которые происходят на местном рынке, то есть снова по 10 дней, по 12 дней идет ожидание. Ну, каким бы вы определили тогда вот сегмент, связанный с иностранцами? Это ажиотаж, это напряжение, это обычная ситуация середины весны, когда кто-то ищет себе объекты под аренду или покупку? Ажиотажа нет, да, то есть как бы это совершенно, да, ажиотаж был у нас в прошлом году, грубо говоря, вот примерно в это же время был как раз-таки вот просто ажиотаж. Это когда действительно люди просто вот скупали и покупали, особенно на гражданство, как я еще раз подчеркиваю, когда еще тогда порог вступления в турецкое гражданство был 250 тысяч долларов кадастровой стоимости, да, то есть его уже потом подняли до 400. И вот те, кто пытался успеть в этот последний, собственно говоря, вагон заскочить, люди, конечно, да, то есть было огромное количество сделок онлайн, потому что я часто рассказываю о том, что далеко не каждый объект недвижимости подходит для получения турецкого гражданства. Возвращаясь к вашему вопросу, сейчас ситуация стабильная, продажи идут, продажи есть, покупают и для инвестиций, покупают и для сдачи в аренду, и для себя, естественно. Но, конечно, да, то есть сравнивая с прошлым апрелем, например, ну или даже вообще не будем с прошлым апрелем сравнивать, потому что тогда была немножко другая ситуация. Если мы возьмем апрель 2021 года, например, то, конечно, сейчас спокойнее, чем в обычное время в апреле, потому что сезон в недвижимости, самый пик, когда самое большое количество сделок происходит, это как раз-таки весна и осень. То есть если как бы вот от этого момента отталкиваться, то сейчас, безусловно, да, спокойнее, чем должно быть. Но опять-таки я подчеркиваю, это связано с тем, что очень многих сейчас именно такая вот выжидательная позиция. Да, вроде как бы все и понимают, что ничего, ну, по сути, не произойдет, что не запретят покупку иностранцам. Ну, вы знаете, вот одновременно как бы хочется быть уверенными. Ну, тут видите, да, еще такой момент, запретят, не запретят, все-таки эта история немного будущего, да, ну, пока-то, по крайней мере, ничего не изменилось. Я еще разочек на секунду спрячусь вот за этой картинкой. Напоминаю, что вы можете задавать вопросы в Telegram-чате, вот, приан-чат на приане, и, на всякий случай, Telegram-канал компании Profit Real Estate. Внизу буквенное обозначение, ну, и есть QR-код, если кто-то сможет одновременно и с телефоном, и с десктопа выйти, то, пожалуйста, милости просим, задавайте тоже свои вопросы или просто обращайтесь к Юлии напрямую. Также замечу, что мы через некоторое время опубликуем и наше видео это, и, соответственно, пост будет в Telegram-чате со всеми контактами компании Profit Real Estate, чтобы вы могли при желании связаться. Юль, тогда еще один момент, тяжелая, трагическая ситуация, да, в феврале связанная с землетрясениями массовыми. В любом случае, вот, Турец, Турцию всколыхнуло, и рынок недвижимости не могло не всколыхнуть. Но все-таки вот та часть, которая больше связана с иностранцами, да, то есть их спрос, их рынок, их объекты, да, в какой степени ситуация общетурецкая повлияла на вот этот сегмент? Может быть, стало больше предложений, может быть, стало их, напротив, меньше. Ну, все-таки, как я понимаю, в ту же самую Аланию, в Анталию в значительной степени поехали временные, пусть, но переселенцы. Как вы с этим сейчас живете и что происходит в этой связи? Ну, сразу начну с конца. Да, действительно, был промежуток времени, где-то примерно с конца февраля, как раз-таки вот по 20-е числа апреля, когда Аланийское, Анталийское побережье приняло очень большое количество людей из зон бедствия, открылись отели, и, собственно говоря, мы даже сами принимали в этом участие, помогали отелям открываться, да, то есть это благоустраивать к приезду людей, которые остались без крыши на голову и так далее. Но, то есть, все это было, собственно говоря, до 20-х чисел апреля. Сезон на Анталийском побережье на Средиземном море начинается с примерно 23-25 апреля. 23 апреля. Да, 23 апреля – это день детей в Турции, и вот, как правило, этот день, да, то есть они вот и считают вот практически и не только днем детей, но и началом открытия туристического сезона. Поэтому на сегодняшний момент большая часть тех, кто как бы вот именно, кого государство направляло сюда с целью, да, там вот переждать какое-то время, пока не будет подготовлены контейнеры и временные городки на Востоке, то есть сейчас практически многие уже уехали, да, то есть как бы в нашем регионе практически не осталось людей, кроме тех, естественно, кто арендовал квартиры, кто приобрел квартиры и кто как бы вот решил перебраться на постоянное место жительства в сейсмобезопасные регионы. То есть если мы откроем карту сейсмической безопасности Турции, то все увидят, что Алания, именно Аланийский регион, он находится в самой сейсмобезопасной зоне. У нас нет разломов, которые идут, и поэтому здесь наиболее, конечно, безопасная зона, которая привлекает огромное количество людей, причем не только с Востока. Я вот сейчас смотрю очень много с Истамбула, тоже у нас стало курсов, да, кто приезжает, планирует приезжать, снимает квартиры, приобретает квартиры. Вот, поэтому такая... Ну, все-таки, вот смотрите, вот вы сказали, что все равно есть та доля граждан Турции, которые, приехав из пострадавших районов, покупают, снимают, но это количество как бы незначительное, оно на рынок как бы никак не влияет? Вы знаете, я какую-то вам такую точную статистику сейчас... Ощущение. По ощущениям, ну, вы знаете, я опять-таки еще раз подчеркиваю, так как наша компания, да, конечно, в основном ориентирована на работу с иностранцами, у нас немножко другие объекты, даже не то, что в портфолио, но мы просто, например, больше обращаем внимание на другие объекты недвижимости. Вот, я говорю, то есть эти объекты турок все равно не заинтересовали? То есть не было такого, что к вам они пошли? Вы знаете, есть некоторые объекты, которые интересны туркам, но есть, конечно, объекты, которые турецких граждан не интересуют. Квартира планировки 1 плюс 1, да, то есть такие квартиры турки не рассматривают, особенно, да, для, там, покупки, для сдачи в аренду еще. Вы знаете, если прям уж совсем-совсем вот их прям вот прижало, и уже вообще больше ничего нет, они могут рассмотреть этот вариант. А так вот даже если один, там, молодой человек снимает себе квартиру, вот он приехал, работает, у него там ни семьи, ни детей, никого, 2 плюс 1 он минимум будет рассматривать для себя. Там 2 плюс 1, 3 плюс 1. На покупку, конечно, тоже они покупают, начиная от 3 плюс 1 и больше. 3 плюс 1, 4 плюс 1, 5 плюс 1, да, то есть тут есть такие планировки. И турки очень любят турецкие семьи, очень любят такие квартиры. Хотя опять-таки, да, то есть идет тенденция, что сейчас, например, вот уже последние, там, 3-4 года, молодежь турецкая, молодежь, я даже смотрю, там, по каким-то своим знакомым и более молодым парам, потому что я уже с молодых уже перешла в другую категорию. Вот. Они рассматривают сейчас 2 плюс 1 для себя в хороших комплексах с развитой инфраструктурой. То есть наличие инфраструктуры в комплексе, наличие территории. Сейчас вот уже как бы у нового поколения современных турок оно становится приоритетным по сравнению с этими тремя-четремя-пятью комнатами, которые ты там закрываешь, когда к тебе приходят гости. Но у, конечно, более взрослых и взрослого поколения по-прежнему, да, в приоритете большое количество сфаленов. Окей. Тогда еще один вопрос, опять же, как следствие землетрясения. Даже те СМИ, которые вообще никогда ничего не писали о зарубежной недвижимости вообще, они начали писать, и, собственно, эта информация в турецких СМИ также тиражировалась о всевозможных вероятных изменениях вообще в структуре рынка. Я имею в виду не покупки-продажи, а строительство. То есть, понятно, гром грянул, сразу начались проверки, невеселые кадры, которые показывали, они заставляли политиков или строителей от политики действовать. Что реально все-таки изменилось? Вот сейчас есть ли что-то, что уже влияет и что должен учитывать потенциальный покупатель? Давайте начнем с предыстории. Я не знаю, кто из наших слушателей, кто из тех, кто потом будет слушать, собственно говоря, нашу с вами беседу. Филипп знает и обладает информацией о том, что, собственно говоря, порядка только из всех зданий, которые были разрушены в зоне бедствия, то есть на востоке в зоне землетрясения, всего 2% новых зданий попало. То есть основные дома все-таки, то есть те, которые подверглись разрушениям. Остальные дома, конечно же, ну, то есть были старые и были построены до введения стандартов по сейсмобезопасности после 1999 года. Другой вопрос, другой вопрос, что в Турции есть независимая организация, которая называется Япаденитим, которые занимаются полным контролем введения строительства, которые, собственно говоря, на всех этапах строительства приходят на этапы застройки, берут пробы бетона, да, собственно говоря, проверяют, тот ли это бетон, который был записан в проекте. Когда строительная компания подает проект в муниципалитет, опять-таки Япаденитим, вот эти вот независимые организации, которые занимаются контролем, выходят на участок земли, берут земляные пробы для того, чтобы сказать, какой фундамент необходимо использовать. эти компании, да, начали работать в Турции как раз-таки с 2000 года. В 1999 году происходит землетрясение. После землетрясения пересматриваются, во-первых, стандарты по строительству, выпускается ГОСТ, да, там вот такой вот ГОСТ на 343 страницы о том, как должны, собственно, строиться здания и как соответствовать в зависимости от разного типа почвы, фундамента и так далее. И создаются вот эти вот организации, о которых я рассказала. Но, есть одно но, как всегда. С 2000 года эти организации начинают работать в крупнейших городах Турции. Стамбул, Анкара, Измир, Анталия. На востоке в большинстве городов из зоны бедствия Япаденитим начинают работать в некоторых городах с 2006 года, в некоторых городах, к сожалению, только с 2011 года. Поэтому, естественно, естественно, да, то есть строительство велось, но его не контролировали именно независимая организация, просто потому что они не дошли еще до туда, то есть они там не были образованы. То есть вот эта вот ситуация, я сейчас просто объясняю, да, то есть, ну, просто мне тоже часто на YouTube-канале пишут, ваши дома там строят из песка, из картона и так далее. Ну, как бы нет, строят из бетона. Но, соответственно, да, вот та ситуация, которая имела место быть, о которой я рассказала, что независимые организации, которые занимаются проверкой качества строительства, на восток пришли поздно, это действительно факт. Далее, конечно же, сейчас также после трагедии, которая произошла в феврале, безусловно, да, то есть стали поговорить о том, что вполне вероятно будут меняться стандарты, что вполне вероятно будут вводиться какие-то, может быть, дополнительные проверки, да, еще помимо тех проверок, которые существуют, да, то есть проверки осуществляют и муниципалитеты, и проверки осуществляют вот эти вот независимые организации, о которых я рассказала. Но пока, да, то есть это все, собственно говоря, то есть в обсуждении, то есть каких-то изменений, да, грубо говоря, то есть которые вот уже подписаны в плане законов, не произошло, потому что, в принципе, и так, как я и сказала, то есть вся эта статья, она прописана на слостах землетрясениях, землетрясениях, я не знаю, Филипп, вы знакомы с этим документом или нет, мы-то вот с этим документом... Я просто знаю, что, например, там в Турции, например, страховка от землетрясения обязательно, то есть это штука, которой этому уделяли внимание, но, как я понимаю, в этом смысле, наверное, Турция похожа на очень многие другие страны, ну, по крайней мере, вот где... Ну, пока гром не грянеет, да? К сожалению, да. То есть правильно ли я понимаю, что вот сказать, что сейчас, например, там заставляют строить так, а не так, внедрили такое-то, а не такое-то, ничего, они просто начали контролировать то, что было прописано раньше? Да, конечно, безусловно, то есть еще больше ужесточился контроль. Если, грубо говоря, там раньше, на момент этапа строительства, вот ты строишь, да, комплекс, ну, я просто к примеру говорю, я по данным приходила к тебе, там, ну, 4 раза или 5 раз, то сейчас они могут приходить и брать пробу с каждого этажа, да, то есть они же как, они же приходят, вот ты залил бетон, они приходят, да, то есть берут пробу, ты указал 35-й бетон, а может, ты 30-м залил, да, то есть как бы они все это проверяют, они берут пробу, делают проверку, точно так же с арматурами и так далее. И вплоть, и куда же, да, там вот какой-то вот момент выходит наружу и определяется, который не соответствует стандартам, которые прописаны в том же самом ГОСТе. То есть, опять-таки, еще раз говорю, я могу со всеми этим документом поделиться, там прописано все, да, то есть вот действительно все. На турецком языке, конечно, но опять-таки. И то есть вплоть доходит даже до того, что если не соответствуют нормам, то есть просто могут запросто даже сказать, там, сносите этаж, заливайте заново. То есть вплоть до этого. Еще раз на секунду прячусь под нашим чаром. Елена, Юрий, видел ваши вопросы, обязательно мы их обсудим сейчас с Юлией. Итак, Юлия Вайдан, компания Profit Real Estate. Два QR-кода и описание буквенное телеграм-канала компании Profit Real Estate и Priana, где вы можете задавать чат. То есть это не чат, не телеграм-канал Priana, а чат, где вы можете задать вопросы. Юль, тогда такой все-таки еще вопрос. В прошлом году цены в Турции сильно росли. Сейчас вы сами говорите, что рынок относительно, скажем, даже прошлого года, но в прошлом году не совсем корректно сравнивают, а что делать, все равно сравнивают. Но относительно стабильны. А что с ценами? Опять же, есть ощущение, вот компании в прошлом году, особенно по осени, меняли цены просто вот агентства, застройщики. Сейчас по ощущениям со стороны это происходит реже. Вот если мы берем, скажем, с начала года, как вы это видите, учитывая, что вы прям там общаетесь с ними чуть ли не ежедневно? Конечно, я поняла ваш вопрос. Опять-таки, застройщики меняли цены в прошлом году. Действительно, там могло показаться, что это как-то происходит быстрее. Я тоже, опять-таки, отойду от тем и начну с того, что вот есть строительная компания, есть проект на нулевом этапе. Подразумевается, грубо говоря, практически у каждой компании в порядке трех повышений цен. Причем строительная компания сама выбирает, на каких этапах она будет повышать цену. Что я имею в виду? Это могут быть этапы строительства, и это может быть процент продажи определенных квартир. Например, я продал 10 квартир, перешел на второй этап. Продал там еще 30 квартир, перешел на третий этап. То есть может строительная компания выбрать такую политику ведения, поднятия цены. Может по этапам. То есть нулевой этап, выведение фундамента, внутренние отделки и так далее. Так как в прошлом году рынок был очень-очень-очень быстрый, естественно, практически все строительные компании использовали первую часть повышения цены. То есть по количеству проданных квартир. Ну потому что иначе просто у них не было другой возможности. Потому что квартиры скупались и распродавались не только быстро, что если бы они, грубо говоря, не делали это повышение цены, то они были вынуждены бы продавать все квартиры по цене нулевого этапа. А все знают, что нулевой этап строительства, мы этим его и аргументируем тем, кто планирует инвестирование в недвижимость Турции, что он самый выгодный для инвестора, для покупателя, и самый невыгодный для строительной компании. Поэтому, естественно, если мы будем брать, грубо говоря, прошлый год, то, о чем вы говорите, ну, конечно, получалось, когда, то есть идут сделки, 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 застройщик мог продавать там за неделю по 15 квартир в одном проекте, ему ничего и не оставалось, кроме как менять цену. Или даже, например, да, то есть просто дешевые квартиры продаются, остаются уже там более дорогие квартиры, и снова мы будем менять цену, потому что, грубо говоря, на первом этаже, например, квартиры стоили 80 тысяч евро, на втором этаже квартиры стоят уже 89, чем выше этаж, тем выше стоимость. Сейчас, в связи с тем, так как, безусловно, как я и сказала, ну, стоимость более спокойная, да, то есть более как бы размеренная, скажем так, то есть на этаже и так далее, вот оно и складывается впечатление, что цены как будто бы, да, перестали меняться, а в тот промежуток времени складывалось впечатление, что застройщик сидит и просто поднимает эту цену, просто сидит и поднимает, да, ну, то есть, ну, как бы не от этого, и не от этого. Смотрите, ну, все-таки, вот, понятное дело, сравнивать так тоже, может быть, не совсем корректно, а с другой стороны, опять же, другой возможности нет. Вот один и тот же объект в одном и том же состоянии, допустим, построенный и законченный, там вторая, третья линия, где-нибудь в районе оба, то, что стоило, допустим, полтора года назад 100 тысяч евро, то, что стоило в декабре этого года уже без малого 180-200, вот, учитывая, что это, я и говорю про объект, примерно в одинаково, в том же состоянии, вот сейчас это уже что? Плюс-минус, я говорю, примерно то же самое. Цена с прошлого декабря, она сильно не поменялась, то есть, грубо говоря, с прошлого октября, даже ноября, я бы сказала, вот они цены достигли своего определенного уровня, и уже какого-то сильного роста не было, да, то есть вот они на таком своем сейчас том уровне, который есть. Но тут не будем, пожалуйста, забывать все-таки то, то, что, я не знаю, Филипп, вы давно у нас были в Алании, когда у нас были в Алании последний раз? Слушайте, ну еще до, сейчас скажу, в 2019 году, в 2020. Вы не знаете, вы не знаете в Алании, просто потому, что здесь уже вообще не осталось земли. Вот я не знаю, вы когда были в 2019 году, может быть, вы, вот вы привели в пример обу сейчас, да, вот чтобы вы понимали, верхняя оба, та, которая за объездной дорогой, сейчас застроена точно так же, как нижняя оба. Там просто практически нет земли. То есть свободные более-менее участки земли в обе можно найти теперь уже на расстоянии, там, две с половиной тысячи метров от моря, три тысячи метров от моря. Да, то есть вот то, что было внизу, сейчас вот такой же потрясающий просто район, это верхняя оба. Точно так же, да, там, грубо говоря, если мы возьмем Авсалар, то, что в Авсаларе было более-менее доступно под застройку, ну, все застроено. Там есть определенные участки из сливка, на которых, во-первых, нет разрешения под застройку жилых проектов, да, то есть там участок имеет статус Тарла, соответственно, только участок, который можно использовать для сельского хозяйства. Поэтому сейчас, да, что делают, чтобы выйти по более-менее каким-то не очень высоким ценам? Ты хочешь или не хочешь, ты будешь рассматривать другие регионы. Пайлар, там тот же самый, да, грубо говоря, сейчас. Уклер. Такие районы, которые... И назвать это даже еще не все знают. Думаю, что все знают еще. Конечно, конечно, не все. Ну, то есть я говорю, просто это все кислотстройщикам приходится вот именно в этих районах теперь смотреть участки земли, потому что, ну, их просто нету. Вот как я все время тоже очень часто привожу пример, когда я много-много лет назад приехала, я жила в Анталии, сначала работала в недвижимости тоже, и, соответственно, как раз в тот промежуток времени район Кони-Алты только-только начинался застраиваться. То есть это была прям такая окраина Анталии, ну, на которую, как бы так, нормальные анталийцы, они бы вообще даже туда никогда в жизни не поехали, да, там фонарей было очень мало, собственно говоря. Я сама в зимний промежуток времени, когда работала, я вот ходила, там, показывала проекты, я ходила и думала, боже, как же они тут зимой-то будут жить, тут же так страшно, тут же ничего нет, вообще пустыри, темнота. Прошло не так много времени. Что стало? Что стало? Вообще ни одного земельного участка, ни одного. Тот лиман, который никто не хотел покупать, когда мы говорили хурма, они все вот так пытались, и говорили, какая хурма, вы что мне предлагаете? Сейчас, да, то есть все полностью застроено. Я к чему это? Земля – это ресурс, который имеет свойство заканчивать. Особенно земля, которая непосредственно находится рядом с морем. И у нас вся земля частная. Государство никак не может повлиять на ценообразование на землю. Вот он сидит, Мехмед, и хочет 5 миллионов. Он считает, что его участок стоит 5 миллионов. А сидит какой-нибудь там вот Ахмед, и он говорит, а я хочу 10 миллионов. А хочешь, не бери. Потому что они все равно знают, что к ним придут. Просто нужно подождать. И тот, кто, в принципе, согласен на 5 миллионов, вот они позволяют выйти к ценникам. А тот, у кого в два раза выше, ну, как бы… Пока ждут, но таких немного. Окей, Юль, собственно, вопросы, которые нам задавали, в первую очередь были связаны, ну, и с ценами, безусловно. Но, конечно, в первую очередь, ВНЖ и гражданство все равно наши зрители не присутствуют. Давайте начнем с ВНЖ. Вопрос от нашей зрительницы звучал буквально так. Есть ли отказы в ВНЖ по покупке квартиры в Турции? Вообще, что вам сейчас с ВНЖ? Я сейчас расскажу. Собственники объектов недвижимости, которые приобретают квартиры в открытых районах для получения вида на жительство, не имеют отказов при получении вида на жительство. Но здесь, конечно, мы всегда обращаем внимание, что вы свою квартиру не должны оформлять на 18 человек, грубо говоря, да? То есть если вы эту квартиру оформите на всех своих родственников и соседей, тогда, конечно, тогда, ну, как бы, может быть, отказ. Не может быть, а будет отказ. А если не на 18, а на двоих? Если это муж и жена, то отказа не будет. То есть если это сторонние люди, то, как правило... Я и мой родной брат. У меня родного брата нет, но, условно говоря, если бы был. Если бы вы оформляли на двоих, то, как бы, тут 50 на 50, но есть такая вероятность того, что вид на жительство могут не дать. То есть сейчас, в связи с тем, что, как бы, да, они хотят, что вот один объект недвижимости, одна семья. Семья – это супруг супруга, дети до 18 лет и родители на пенсии. Собственные. Что происходит с районами? Какая, собственно, какие изменения? Ну, опять же, если мы говорим об Алании, об Анталии, дело в том, что список, на самом деле, все время увеличивается, но поговаривают ли что-то о каких-то изменениях в ближайшее время в эту сторону или, по большому счету, именно в Алании, ну, наверное, как раз с сентября прошлого года никаких ужесточений в эту сторону не было? У нас никаких ужесточений в эту сторону не было. Более того, естественно, все прекрасно понимают, что такие жесткие меры по ограничению вида на жительство по аренде, да, то есть, как бы, ну, его я совершенно смело могу сказать, что практически 95%, там, 90% тех, кто пытается продлить вид на жительство по аренде или тех, кто, у кого были рендеву на получение первичного вида на жительство по аренде, приходят отказы, да, то есть, как бы, ну, не выдают вид на жительство по аренде. Их как-то мотивируют или просто нет еще? Что, простите? Их как-то мотивируют? Почему отказ? Или просто, ну, нет еще? Нет, 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 что вы, турки вообще, они вот это все не любят. Отчитываться там, рассказывать, почему отказ нет. То есть, как бы, они просто, им приходит, вот, есть такая система, где они контролируют статус своей заявки, и им просто приходит РЭД, да, РЭД этой льды, то есть, вам отказано, собственно говоря, и там уже, конечно, никакие ни причины, ничего они не указывают. И я бы к чему-то уже, опять-таки, все это веду, что, ну, ни для кого не секрет, что Турция была практически единственной страной, которая на основе договора аренды вообще, да, выдавала вид на жительство, кому на год, кому на два даже, да, то есть, ну, где и в какой стране мира, так вообще можно было замечать. Убивляются сейчас такие страны, но, понятно, из близких, ну, к России, к Украине, это Турция в первую очередь. Да, ну, и к тому, что, ну, как бы, турки просто, они не знали, что в один прекрасный момент может получиться так, что действительно количество иностранцев, ну, просто будет, ну, очень-большим. Я просто все время привожу такой пример тоже, что как-то вечером, тут же есть такие ресторанчики, вы знаете, супные, да, которые называются Чорбаджи, и они прям такие, вот, вы знаете, находятся иногда на дороге для водителей транспорта, да, больших вот таких вот машин веков, работают круглосуточно, чтобы вот они могли прийти, поесть суп, если они в дороге, то есть такие чисто турецкие заведения, то есть в которые, ну, иностранцы вообще, да, то есть там их встретить, ну, это просто очень, как бы, так странно. Ну, потому что они и выглядят таким соответствующим образом, что не каждый еще решится туда вообще зайти. И вот был один вечер, когда я зашла туда со своим другом, и он был просто, он был просто удивлен, он говорит, а где турецкие граждане? То есть, как бы, турков вообще практически не было. И поэтому, возвращаясь к вопросу, да, опять-таки, естественно, сейчас, грубо говоря, так как вот это вот количество иностранцев по аренде, их стало очень-очень-очень-очень много, то есть не осталось никаких, к сожалению, других методов, кроме как закрытие. Да, и непродление видов. То есть при покупке выдают, ну, в тех районах, где разрешено при аренде, очень велик риск, что нет. Да, и сейчас, опять-таки, да, то есть мы надеемся, и есть определенная информация, что, убрав вид на жительство по аренде, ну, как бы, его не убрали официально, но неофициально, да, то есть его никому не дают. То есть сейчас, ну, что остается делать иностранцам? Конечно, они уезжают, те, у кого был вид на жительство по аренде, вот как бы заканчиваются, вот сейчас подходит к концу их вот эти вот ВНЖ, да, то есть многие же там, кто в июле, кто в августе получил на 6 месяцев, кто в сентябре получил на 6 месяцев. То есть вот как раз-таки сейчас, да, то есть эти 6 месяцев заканчиваются, продление они не получают, они уезжают. Таким образом, что происходит? Происходит снижение числа иностранцев, которые проживают на основе вида на жительство. Да, там неважно, какое это вид на жительство, туристический или это... То есть процент уменьшается, да? Совершенно верно. Процент уменьшается и уменьшается очень сильно. Когда процент упадет до нужного процента, районы откроют для того, чтобы собственники уже беспрепятственно, даже первичный вид жительства смогли получать. То есть как бы планируется так, и мы надеемся, и есть информация, что будет так, но никаких точных дат я, к сожалению, назвать не могу. Окей. Я еще разочек показываю QR-коды телеграм-канала компании Profit Real Estate, телеграм-канала Prian и Prian-овский чат, где вы сейчас можете задавать вопросы Юлии. Несколько вопросов у нас еще есть, сейчас я их как раз задам. И пока вы собираетесь с мыслями, уважаемые зрители, по поводу вопросов, вспомним как раз историю. Вы сказали, брат, эту небольшую кафешку. 2003 год, ровно практически уже 20 лет назад я впервые оказался в Турции, и мы зашли в такую кафешку. Причем у нас было все включено в отеле, но мы туда зашли. Мы все-таки пошли туда. Мы единственные посетители, никого вообще не было. Мы заказали, там было единственное блюдо, такие шашлычки маленькие. Заказали всем по шашлычку и попросили, можно там пепси-колы, кока-колы. Хозяин был просто изумлен. Видимо, мы были первые люди в его истории, в истории его заведения, когда попросил кока-колы. Он нас закрыл на ключ, перешел дорогу, взял у нас деньги, купил на заправке 4 баночки кока-колы, принес. Это было очень трудно. Ну, это вот о клиентоориентированности снова, да, турецкого народа. Они не скажут нет, даже если у них нет там око-колы, попси-колы, еще каких-то моментов, он пойдет, найдет и принесет для того, чтобы вы, собственно говоря, были довольны. Окей. Давайте теперь про гражданство. Значит, начну просто именно с вопросов, которые нам задавали наши зрители. Для покупки на 400+, для подачи на гражданство. Все-таки можно покупать разные объекты у разных продавцов? Потому что действительно... Да, конечно, конечно. Я поняла, что вы сейчас хотите задать несколько вопросов о вот этих изменениях. Это вот снова, да, возвращаясь к тому, какое количество слухов и какое количество вообще информации, которая настолько далека от, собственно говоря, того, что есть в реальности, блуждают в интернете, что уже даже, ну, успелешь просто вот это вот опровергать. И здесь я прям прекрасно помню, когда наши адвокаты, как только они сразу получили эти изменения, у нас три адвоката работают, да, только по кейсам, по получению турецкого гражданства. И, естественно, когда вот эти вот изменения в 2023 году, которые с 15 февраля вступили в силу, имели место быть, то есть мы вообще узнали об этом, вот они как бы изменения появились, и мы на следующий день об этом узнали, да, то есть адвокаты собрали собрание и все это рассказали. И прям по закону все-таки читали, у нас очень многие по-турецки хорошо говорят, ребята, и, конечно, в законе ничего подобного нет. По-прежнему вы можете купить несколько объектов недвижимости у разных строительных компаний. Главное, чтобы сумма и кадастровая стоимость составляла 400 тысяч долларов кадастровой стоимости. Но если вы приобретаете объект недвижимости на этапе строительства у строительной компании, у которой ТАПУ, например, еще не готовы, но вы хотите получить гражданство и не хотите ждать ТАПУ, то вот в этом случае гражданство оформляется на основе нотариального договора. Это очень сложная система, да, опять-таки, ну, как бы очень мало кейсов именно по такой системе получения гражданства, но это так тоже может быть. И именно в этой системе, да, то есть как бы вот есть момент, что если вы получаете турецкое гражданство по упрощенной схеме на основе нотариальных договоров, то все объекты должны быть вписаны в один нотариальный договор. То есть как бы вот в этом тут момент. То есть, в общем, говоря, если объекты достроенные с ТАПУ есть, проблем вообще никаких нет. Если вы покупаете условно два объекта, оба находятся на стадии строительства, в обоих нет ТАПУ, вот тогда нюансы возможны. Просто это чисто техническое слово. Да, но снова не совсем так. Момент разделения объектов недвижимости, да, то есть жилых единиц на ТАПУ чаще всего, да, тут как бы зависит от строительной компании. Есть строительные компании, которые на нулевом этапе строительства практически делают разделение, делают артефакт, да, то есть это называется в Турции, а именно разделяют свое ТАПУ на вот эти вот маленькие ТАПУ, заплатив соответствующие налоги и так далее. Есть компании, которые предпочитают это делать ближе к концу, да, то есть это замечательную процедуру. Поэтому здесь опять-таки сказать, что вы не можете купить объект на этапе строительства, ну, как бы, да, вот по обычной системе, что у него нет ТАПУ, но тоже не совсем правильно, потому что есть много компаний, у которых нулевой этап строительства, но, пожалуйста, у них готово ТАПУ, оформляй ТАПУ, пожалуйста. Оно есть уже. И многие еще наши инвесторы спрашивают, а как это я оформлю ТАПУ, а ничего же нету? Ну, как бы, а где же квартира, знаете? Но здесь немножко как бы другая система, поэтому тут это не надо смешивать. Если вас интересует гражданство по упрощенной схеме, есть объекты недвижимости на этапе строительства, ТАПУ у которых готово, и которые вы можете выбрать, и совершенно спокойно идти, поддаваться на турецкое гражданство, выграв на этапе строительства, выграв на том, что стройка идет там год или полтора года, а накупленный вами объект недвижимости, который идет за счет получения гражданства по упрощенной схеме, накладывается обременение на три года. То есть не забываем, что если мы получаем турецкий паспорт, государство накладывает обременение на ваш объект недвижимости, и в течение трех лет вы его не можете перепродать. Но в этом случае три года начинают отсчитываться в тот момент, когда... Конечно, конечно, безусловно. Вот вы оформили ТАПУ, и, собственно говоря, в этот же момент была наложена ипотека, это называется в Турции ипотека, да, то есть опять-таки наложение и обременение, я прошу не пугаться, турецкий язык достаточно язык бедный, поэтому здесь одним и тем же словом можно обозначить достаточно большое количество понятий, так вот, да, то есть как бы наложение ипотеки в Турции, это не какая-то там банковская ипотека, это именно, если вы увидите или услышите слово ипотека, это просто значит, что как бы наложено обременение либо там государством, либо собственником тоже может быть, но это уже не касается гражданства, это просто, например, если вы там с кем-то договорились в расстрочку купить объект недвижимости, там заплатили 50%, а 50% вы говорите, через три месяца заплачу, но ТАПУ надо получить, вот, и идут иногда навстречу, переоформляют ТАПУ, но вот тогда собственник снова накладывает обременение, чтобы уже вы не смогли перепродать эту квартиру, пока не отдадите ему его денежки. Окей, еще один вопрос, если на ребенка 21 год покупать недвижимость с целью получения турецкого гражданства, родители его на каких условиях могут поживать в Турции? Смотрите, если на ребенка 21 год мы, собственно говоря, будем оформлять турецкое гражданство, то ему уже 21 год. То есть, если его родители на пенсии, то они смогут претендовать на получение вида на жительство как ближайшие родственники собственника. То есть, он же собственник объекта недвижимости. Собственник гражданина. Собственник недвижимости на Турции. Он же собственником-то остается, ну, то есть, в любом случае. То есть, он, смотрите, он получает гражданство и оформляет на себя объект как иностранец. То есть, он же не на турецкий паспорт оформляет объект недвижимости, то есть, правда? Ну, да, понятно. Если наша задача, грубо говоря, ему 21 год, ему хотят сделать, да, то есть, турецкое гражданство, то, пожалуйста, родители, как ближайшие родственники на пенсии, просто получат туристический вид на жительство, смогут его продлять и беспрепятственно проживать на территории Турецкой Республики. Никаких проблем. Окей. Только нужны соответствующие документы, естественно, которые подтверждают родство. Итак, дорогие друзья, напомню, что мы беседуем с Юлией Байдан, руководителем компании Profit Real Estate. Еще раз покажу наши волшебные QR-коды. Вообще удивительно, я-то вот тут сижу, мне, собственно, не нужно ими пользоваться, но интересно, как это все получается, потому что я вижу, вопросы задают, прям так восхищает. Итак, Юль, буквально еще тогда несколько вопросов уже в завершении нашей беседы. Во-первых, один вопрос пришел от нашего зрителя еще до нашего эфира. Вопрос про... Он сформулирован несколько странно, но все-таки, вот что вы можете сказать про упрощенные пособия новые, как платят, если у меня двое детей? Вот у кого у меня... Это имеется в виду для граждан. Ну, я поняла, но, скорее всего, просто интересуются, есть ли какие-то пособия в Турции, да, может быть, если мать-одиночка, и так далее. Здесь немножко другая система, здесь никаких пособий, по сути, непредусмотренная. Я сейчас уже объясню, к чему. Ну, тут декрет предусмотрен два месяца до родов и два месяца после родов. И потом, собственно говоря, да, вот когда ты вот эти четыре месяца находишься в декрете, работодатель тебе оплачивает декретные. То есть, а дальше, соответственно, то есть, как бы все, ты либо должен выйти на работу, либо ты можешь еще шесть месяцев взять то, что дает государство, положенный еще один дополнительный декрет. Это тоже как государство тебе платит какие-то там региональные денежки, но вот такого понятия как пособия здесь нет. Да, здесь вот такая система. Окей. И продолжение вопросов по гражданству. Можно ли в ТАПУ вписать несовершеннолетнего ребенка? Для получения гражданства, если мы говорим о получении гражданства на поупрощенной схеме, то в ТАПУ должен быть прописан только один человек. Это вот, кстати, нововведение, которое тоже вступило в силу с 15 февраля этого года. Если раньше для получения турецкого гражданства по упрощенной схеме, если это какой-то большой объект недвижимости, например, там, вилла за полтора миллиона или за миллион евро, можно было ее оформить на двоих, и один и второй человек получали турецкое гражданство. То вот сейчас одно из нововведений, одно из изменений, то есть один объект недвижимости, один собственник и одно гражданство. Но одно гражданство, я имею в виду, гражданство инвестора. То есть как родственники инвестора по семейному, по семье, то есть могут получить турецкое гражданство супруги и дети до 18 лет. Поэтому здесь, если вы планируете получать турецкое гражданство, Безусловно, никаких детей вписывать в ТАПУ не нужно. Мы вообще не советуем несовершеннолетних детей вписывать в ТАПУ, потому что в этом просто нет необходимости. Несовершеннолетние детки могут получить вид на жительство, и так на основании того, что они ближайшие родственники. И та же самая ситуация с гражданством. Плюс несовершеннолетние дети не имеют права ставить подписи. То есть если вы хотите вписать вдруг... Ну, есть такие некоторые, да, кто говорит, нет, хочу свою трехлетнюю Машу вписать в ТАПУ, да. И тогда есть определенное количество документов, которые нужно предоставить, заверить, апостелировать, перевести, заплатить за эту кучу денег. И плюс и мама, и папа должны присутствовать в кадастровой палате, ставить подпись за ребенка. В общем, это очень сложно, ну, как бы дорого. Нет необходимости, если честно. Окей, следующий вопрос. Для ВНЖ лучше покупать недвижимость на одного супруга или для двоих? Есть ли риск, чтобы не было риска отказа? На самом деле, если вы находитесь в официальном браке, и если вы можете предоставить свидетельство о браке с апостелем, абсолютно неважно, на одного или на двоих супругов вы будете оформлять ваш объект недвижимости. Другой момент, опять-таки, вот тоже у нас много клиентов приходят, люди советуются, спрашивают, как их оформить на одного, на двоих и так далее. Ну, то есть я всегда просто задаю вопрос, ну, там, насколько для вас принципиально вдвоем вместе быть вписаны в топу, потому что все-таки, ну, не будем забывать, что все-таки объекты, которые покупаются в Турции, это инвестиционные объекты, и всегда, ну, может настать такой момент, когда вам нужно будет продать ваш объект недвижимости для того, чтобы там получить ваши денежные средства, например. И если вы оформляете объект недвижимости на двоих, необходимо помнить, что вы вот все, вы вдвоем всегда на продажу, вы должны приехать вдвоем, да. То есть как бы потому что вы два собственника, подписание договора вдвоем, все за ручку и вдвоем. Вот. Поэтому тут как бы вот такой момент только, который просто, когда объект недвижимости оформлен на одного, это проще. Вот. А для получения вида нажительства, который идет в зачет получения турецкого гражданства на общих основаниях, если это супруг, супруга и есть свидетельство о браке с апостилем, абсолютно непринципиально вы получите ваш менеджер. Окей. Юль, мы, наверное, примерно не полгода, наверное, где-то по осени мы, когда с вами в предыдущий раз в том или ином формате видео общались, был традиционный вопрос, связанный с что с ценами, что будет происходить дальше, будут дешеветь, не будут дешеветь. Сейчас уже от нашей зрительницы вопрос. Все-таки ситуация сейчас гораздо менее определенная. Все-таки были землетрясения, так или иначе они на рынок влияют. Зубры, понятное дело, это тоже определенный момент неуверенности. Вот сейчас вход с инвестиционной точки зрения, с точки зрения возможного дальнейшего изменения цены вверх, вниз и так далее. Как вам видится эта сейчас ситуация? На сегодняшний момент какого-то понижения цены, они не ожидаются, опять-таки. Это связано в первую очередь с тем, с чем я объяснила, ну просто как бы нет земли. То есть ее действительно очень-очень мало, и собственники почему-то не спешат за нее понижать свои цены. Плюс достаточно дорогие строительные материалы и рост на строительные материалы. Он тоже, да, вы, наверное, общаетесь не только с Турцией, а Приан, конечно же, общается с разными-разными странами. И я уверена, что во всех странах вам касательно цены на строительные материалы все говорят абсолютно одно и то же. Вот. Поэтому то, что касается цены, ну то есть как бы я не ждала бы, да, то есть как вот есть уже, опять-таки, я вот сколько лет работаю, столько лет часто иногда встречаю, часто иногда, не часто, а иногда встречаю комментарии, что вот-вот сейчас лопнут ваши цены, как мельный пузырь. Нет, вот сейчас лопнут. Да вот чуть-чуть осталось лопнуть, но вы тоже, Филипп, давно и со мной общаетесь, и давно с другими компаниями по Турции общаетесь, и, ну, как вы видите, что, к сожалению, этого не происходит, к счастью, точнее, наоборот. Поэтому то, что касается инвестирования, я ждать не вижу смысла, но я, конечно, человек, который тут давно живет, плюс-минус, да, тут ориентируется в рынке, в ситуации и так далее. Если, собственно говоря, да, так хочется подождать выборов и убедиться в этом, пожалуйста, но вы должны быть готовы, конечно же, к тому, что когда после выборов начнется снова определенный ажиотаж, естественно, есть вероятность того, что собственники будут поднимать цены на свои вторичные объекты недвижимости. Это вполне нормально. То есть сейчас, когда ситуация спокойная, можно сказать, что он может диктовать какие-то свои моменты. У нас вот сейчас даже последние сделки, когда мы смотрим, и собственники такие милые стали, и скидки делают, да, то есть раньше говорили, хочешь продавай, хочешь не продавай, все, до свидания. А сейчас вот, Регин, сколько у вас клиенту сделали скидку? Четыре, пять тысяч. Вот пять тысяч сделали скидку клиенту, да, то есть как бы вот у Регины сегодня сделка. Вот, поэтому как бы, опять-таки, тут вот важно понимать, что любой момент, вот который такой, да, вот вроде как стагнация, он для, на самом деле, для покупателя, это всегда хороший момент, получить хорошую цену, получить хорошие условия от того же самого закройчика. Ну, а так тут, конечно, решать инвесторам. То есть у нас нет какого-то, знаете, такого, что ой-ой-ой, покупай сейчас. То есть мы стараемся больше нашим клиентам, просто рассказать ситуацию, как вы-то есть, и уже предоставить своего выбора. Окей. Два вопроса у нас буквально осталось. Первый вопрос от нашей зрительницы все-таки, какие районы, какие места вы сейчас видите, как, может быть, оптимальные для инвестиций, ну, то есть давайте даже не говорить там о росте цен, но о неком образе сохранении. Все равно там есть одна часть, другая часть, есть районы под ВНЖ, есть районы не под ВНЖ, есть ближе к морю, есть дальше от моря, есть вообще какие-то новые, про которые вы говорите. На что здесь обращать внимание по-вашему? Я обращаю внимание наших инвесторов на район Тосмур. У нас есть хорошие проекты в Тосмуре, которые имеют рост. Ну, конечно, сейчас мы уже не говорим о росте там 50-60-100%, как получили инвесторы, которые там в прошлом году покупали. Но те обычные 20-30% вполне там можно ожидать. И у нас... Ну, и так, строительство. Вот у нас инвесторы, которые вложились в такие проекты, которые мы предлагали на карандаше в Тосмуре, грубо говоря, там в январе, сейчас уже получили 15% прибыли. То есть они видят это прям по ценам застройщика, что они вот купили по такой-то цене, а сейчас квартиры стоят примерно там на 10-12-15% дороже. Плюс я советую обращать внимание, там же самый район Пайлар, он очень интересный. Конечно же, Мерсин, да, то есть сейчас очень классные проекты, большие площади. Вот мы на выставке, да, то есть у нас есть проект эксклюзивный, который только у нас на продаже, что я тоже расскажу, Филипп, вы оцените, там, 400 метров до моря, большая территория, 2 плюс 1 от 79 тысяч евро. Ну, принесет она прибыль? Ну, конечно, принесет, конечно. Понятно. Ну, и тогда, наверное, в заключении уже сейчас, скоро уже майские праздники, очень многие уже в Турцию, наверное, и приедут уже и с учетом летнего сезона или просто отдохнуть. Что у вас сейчас с ценами не на недвижимость? Вот с начала года, продукты, транспорт, те, кто не следили за соотношением лиры и доллара-евро, вот сейчас что происходит? И насколько подорожала жизнь? Вот такой вот, скорее, мутовой уже к вам вопрос. Смотрите, я на него отвечу следующим образом. Конечно, ни для кого не секрет, особенно те, кто следит за экономикой. Инфляция большая, инфляция высокая, то есть это, ну, как бы информация, которую никто не скрывает, и она есть, и этот факт. Цены растут, конечно же, цены растут и на продукты питания, и на школы, грубо говоря, если мы будем говорить о частных школах, то есть практически, ну, если так вот посчитать, в полтора-два раза, да, то есть увеличилась цена на школу у моего ребенка. Вот. Но сегодня вот такой вот мы интересный момент обсуждали. Сильно же выросла и минимальная заработная плата, практически на 65% произошло изменение минимальной заработной платы, которая была в прошлом году, до минимальной заработной платы, которая стала в этом году. И вот если взять по соотношению, грубо говоря, да, сколько, какие там средние чеки были в магазинах, исходя из минимальной заработной платы и исходя по процентам соотношения, если взять. И если сравнить с тем, что сейчас, то ничего не изменилось. То есть все плюс-минус точно так же. То есть выросли, как бы, заработные платы и, естественно, выросли цены на услуги, но в том же процентном соотношении. Я просто своей поделюсь своими ощущениями. Опять же, я вот в Алании не был, да, с 2019 года, а в феврале этого года в Стамбуле буквально несколько дней побывал в пересчете на доллары-евро. Вот мне показалось, что именно в пересчете на доллары-евро, ну, простейшие вещи, которые, там, скажем, в Турции, в Стамбуле на египтском рынке, да, вот продавались, процентов 30, 50, 70 в долларах, в евро. То есть, ну, чтобы мы говоря, та вещь, которая стоила, там, евро, сейчас стоит полтора. Та вещь, которая стоила, там, стоила 80 центов, стоит, там, евро 20. Вот такие ощущения. Но, опять же, я сравниваю все с 2019 годом, а не, там, что после этого в Турции не было. Вот. Окей. И вот еще пришел уже буквально вот последний, а, правда, это даже в чате, уж не знаю, нам вопрос, не нам, Турцию, можете сравнить, если нет, то не надо Турцию и Турецкую республику Северного Кипра. Сейчас просто очень много продают. Могу сравнить, более того, не то, что могу сравнить, но даже с удовольствием это сделаю, потому что сейчас наша компания как раз-таки открывает офис на Северном Кипре, мы будем работать по Северному Кипру тоже. Вот. Почему кто-то может захотеть там приобрести, а не... Я сейчас расскажу, почему кто-то может захотеть приобрести на Северном Кипре. Это связано с тем, что на Северном Кипре вы можете оформить вид на жительство даже на этапе строительства. То есть Турция таких... Таких, не знаю, какой это назвать, возможностей не идет. Да, то есть, грубо говоря, вы выбрали объект недвижимости на Северном Кипре. Объекты, ну, классные, правда, красивые очень. И как бы сам по себе и остров достаточно красивый, и вся такая вот природа, такое шикарное море, бухты, огромное количество там каких-то достопримечательностей, в Герне тот же самый там старый порт, новый порт, классные рестораны, какая-то вот такая вот островная романтика. Ну, то есть, там приятно находиться, действительно. И вот эти вот инвестиционные моменты, то есть, ты выбираешь объект недвижимости, как правило, да, там от 80-90 тысяч паундов ты уже можешь выбрать объект недвижимости с видом на море. Это тоже комплекс, это тоже хорошая инфраструктура, это длинная рассрочка, на Кипре дольше рассрочки, чем, например, у нас в Алании, есть и на 36 месяцев, есть и на 48 месяцев. Оплачиваешь 30%, платишь там хоть чуть-чуть свою рассрочку и сразу оформяешь вид на жительство. Тебе ничего не нужно ждать. То есть, ты сразу можешь получить вид на жительство. Ну, конечно, это привлекает, особенно, то есть, сейчас, когда вот эта вот ситуация с ограничением закрытием районов, соответственно, ограничением того же самого вид на жительство по аренде, то есть, так как там в этом плане условия чуть более привлекательные, да, естественно, это привлекает инвесторов. Плюс Кипр очень любят европейцы, да, то есть, огромное количество немцев, огромное количество, соответственно, да, скандинавов тоже очень много там. То есть, вот их как бы привлекает, собственно говоря, Северный Кипр. Ну, и, конечно, да, плюс-минус, там такой же абсолютно прирост по прибыли, как и в Алании. В Алании как в Антон. То есть, а перепродажа доходнее может оказаться даже на Северном Кипре сейчас? Да, простите. Перепродажа, ну, то есть купить, построить, перепродать, вот если об этой схеме мы говорим. Да, там есть такие моменты, там немножечко по-другому идет оформление, да, вообще объектов недвижимости, там другие проценты, там оформление ведут адвокаты. У нас запланировано большое интервью, большая съемка, которая посвящена именно Северному Кипру. Поэтому в ближайшее время, но я думаю уже после праздников, которые у нас начинаются на следующей неделе, уже после праздников мы эту съемку реализуем. И, соответственно, да, то есть обязательно ей в Телеграме поделимся, везде поделимся. И, то есть, как бы люди смогут и на красоты Кипра посмотреть, и получить информацию, в чем, собственно говоря, отличие от конкурции. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, я еще разочек просто покажу. Сейчас уже скорее для того, чтобы вы могли или просто запомнить, или записать, уже напрямую, наверное, надо контакты Юлии. Ну, видите, в Телеграме мы несколько ограничены во всех возможностях. Значит, что есть? У нас есть анонс, ну, по которому, собственно, многие из вас и пришли. И в этом анонсе, собственно, контакты и Телеграм-канал компании Profit Real Estate указан. Пожалуйста. Мне уже пишут в Телеграм, меня уже нашли, Филипп, так что ваша бумажечка помогла. Бумажечка работает прекрасно. Видите, я ее оставлю себе. Вот, значит, через два дня, в воскресенье, отчет об этом мероприятии у нас в Телеграм-канале, и видео вы сможете посмотреть, и контакты там будут, и на Ютубе у нас это тоже будет. Юля, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Чтобы мы с Телеграма делали. Спасибо. Юлия Байдан, Profit Real Estate, Филипп Бересин, Бриан, Ру. До встречи в Турции или где-то еще. Всем миром. Да, мы с вами не только в Турции встречаемся, Филипп, так что уже как повезет. Спасибо вам большое. Было, как всегда, очень приятно. И спасибо всем, кто нас смотрел, слушал, задавал вопросы и проявлял активность. Спасибо вам большое. Удачи, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok